Я 7 лет, когда самолет увидела, и родители испугались. Мы думали, нас убивать, что ли, приехали. Спрашивает, где ты живешь? Я говорю, на Янгуягине, маленьком береге. Князьяна Людмила Антоновна, коренная жительница Ханты. Я здесь родилась, на этом месте. Предков много жила. А когда разошлись, как я помню, у меня дедушка и еще две братишки были. Вот сейчас их сыновья остались. То есть дедушкины внучки, внуки остались. Это моего дедушки брата. Вот в таких домиках раньше были. А у вас тут одна семья была? Большая, наверное. Одна большая семья. В общем, мы живем как? С километром у меня сосед живет. Сестра 4 километра отсюда живет. Братья отсюда 7 километров живут. Ну, пешком дойти можно. Ну, пешком это долго. Сейчас пешком никто не ходит. Сейчас на машинах, на буранах, вот все. Сейчас совсем по-другому живут. Раньше мы жили, вот я росла совсем по-другому. У нас техники не было. Ни самолетов, ни вертолетов. Только оленей. Сейчас молодежь, ну, как современная молодежь. У них бураны, машины. А вот в моем возрасте только олени. Я оленей обучала сама. В общем, у нас в семье 7 человек было. Я самая старшая. Я у папы вместо мальчика была. И на охоте, и на рубалке. А первый раз, как нефтяники появились, и все в город рванули. Ну, квартиры дали. Вот мэры я нам в 90-х годах всем коренным жителям, так как город здесь построили, всем коренным жителям дали квартиры. Авария произошла в километре от города. И если бы не поводок, локализовать утечку нефтяникам было бы гораздо проще. Но нефть попала в протоку Чиускина. И в условиях половодья растеклась по большой территории. Вот это нефть Юганск и его пригороды. Нефтяной эмульсией покрыты приусадебные участки и водоемы. Маслянистый слой, покрывающий воду в некоторых местах, достигает нескольких сантиметров. Да нет, я не скажу. Ну, уничтожили все, конечно. Ну, и тоже жалко. Но в то же время нефть, ведь по-любому они пришли бы за этой нефтью, все равно бы они. Сейчас в последнее время вся молодежь уже в лес едет. Как-то вот в 90-е годы, вот в 90-е годы до 2000-го вроде не так тянулись. У меня вот муж русский, он с Нижнего Новгорода, город Пиржинск, оттуда в 95-м году приехал. До пенсии проработал, пенсии заработал. В 2009-м году мы сошлись вместе, и все, в лес приехал. Теперь он в город не хочет ехать. Он в город приезжает, и он ночами не может спать. Вот как лес приманивает. Ручьи, кислорода не хватает. И типа как она душится. И вот это, вот, ходят, находят такие ручьи. Ну, почему тут уже знаем это, какие ручьи. И вот ставят мешок, вот, поперек этого ручья. И сверху лунки будут, и идут это, батают, боталом. Это деревянный Т-6, типа такой пластинки. И вот что рыба набивается в ручьи, она все равно в мешок идет. Вот черпают. Это называется батают. Много рыбы попадается. Мешок, вы имеете в виду, сеть ставят? Да, не сеть, а ну, типа как это, вот, бредин есть, мотня? Угу. Вот это. У нас даже семьи есть. Жена там кому-то, не знаю, кому-то своим верит. А мужик по-своему молится. Даже у нас семьи сейчас так живут. Ничего живут. Ничего живут. Никто не ссорится. Все спокойно к этому относятся. Мы язычники. Своим духом вот. Верим. Куколок с материалом делаем. Он у меня сзади дома. Там в лесу много материала висит. Наша вера. У нас как лесной огонечек, это старшая сестра. Потом водяной огонечек, это средняя сестра. А домашний огонечек, самое младшее. Огни три сестры есть. Вот водяной огонь и лесной, и домашний огонь. Вот им молимся. Вот пожары были. Вот Степан Антонович нас пригласил прямо около него. Прям во дворе горело. Мы поехали. Никто не верил, что огонь живой. Он понимает все. Мы вот подъехали туда тушить все, приехали. Вроде огонь на болоте, она потухла. Мы отвернулись, она потухла. Мы поворачиваемся туда. Она дымит только. Мы поворачиваемся туда. Доли секунды, как будто его бензином поливает, вспыхивает. Даже поверх деревьев горит. И мы этот пожар оставили у Степана Антоновича. Договорились, уедем, она потухнет. И мы где-то с километра, ну где-то километр отъехали. Она там, она гремела, как поезд гремит. Вот года два назад было. Я не помню, в каком году, вот года два назад было. Мы отъехали, чай попили. У кого термосы были, чай попили. Вы знаете, и перестало гудеть. Вот мы подождали минут 20-30. Потом мужики говорят, ну-ка, пойдем, говорит, проверим. Она потухла или нет. Они подъезжают, потом звонят. А пожар потух, говорит. Да, в общем, все перемешалось. Ханты город выезжает. Русские в лес. Очень много русских в лесу живут тоже. Тянет, очень тянет, сильно тянет. Природа, она очень заманчивая. Тянет. Тянет. Голов 200- protest. Он не quilt. Кто-то имя,你是 так быстро. Кто-то грах Doesn да он уходит. Тянет, когда верстрина, Да она ничего нет. Кто-то ес. Тянет она со рациямиாическими, Кто-то настоящий интерес. Субтитры создавал DimaTorzok